И всем привет, вы на канале Видроид Гейминг, меня зовут Александр и сегодня у нас обзор майского батл пасса в топовых кораблях Modern Warships. Поехали! Начинаем с четвертого уровня, синяя платная часть, как донатить в игру есть небольшой гайд по ссылке в описании, а на четвертом уровне у нас новая американская аватарка Анита Росс. Не знаю как это связано с кораблями, наверняка есть какая-то интересная история, или задумка, или план, или хоть что-нибудь, я надеюсь, окей, ну как-то оно вот так. Ладно, далее, двенадцатый уровень, уникальная рыночная автопушка Sigma, стреляет и ракетами, и пушкой, доминирует все вокруг, разве что под воду не стреляет, средняя цена на рынке 1300 коинов, налетайте, успевайте, продавайте. Четырнадцатый уровень и бесплатная аватарка с суровым ковбоем, а не этими Алабама диско, если вы понимаете о чем я, на фоне других мужик, конечно, мастхевный. Восемнадцатый левел и комок огонь, в прямом и переносном смысле шикарно подойдет на любой корабль мастхев Х2. Двадцать второй уровень и усиленная рулька, больше снарядов, больше урона, средний прайс на рынке 900 коинов. Следом двадцать девятый уровень и уже бесплатная лимитка TMF 155, пушка топ однозначно зайдет на все 100 на Арканзас, лучше магазинских, делает два высокоточных дамажных выстрела, это еще один мастхевчик. И еще одна аватарка со смыслом, какой-то диджей, ну че слово я не понимаю, зачем? А вот на тридцать шестом уровне уже новинка, рыночный лимитный Рим 162, ракетное ПВО это всегда хорошо, обязательно затестим его в ближайшее время. Тридцать восьмый уровень и бесплатный комочек Чемпион, очень американский и очень классный, проходников хочу я сказать, среди комков нынче нет совсем. И сороковый уровень и главная бесплатная награда атомный крейсер Арканзас, тройной слот под пушки, почти что линкор, очень хочется грянуть на него, как он будет играть с бережками или картечью, короче вещь стоит внимания. Ну а теперь випка, тут у нас комок Дикий Запад, отличная картинка и супер гамма, особенно на авиации, все в прекрасных персиковых тонах, красота. Ракета Мэритайм Стрейк, очень навесная траектория и средний урон, штука довольно специфичная и точно не имба, вылетает по две штучки, в сумме урон с одного слота 28 тысяч. Далее новенький конвертоплан В-247 Виджилант, средние характеристики, высокая прочность и богатое вооружение, на нем смело можно повоевать, но опять же, если другого ничего из авиации не осталось. И наконец штурмовики, тот самый самолет Стелс, как мы мелко его обзывали, F-117А, по характеристикам довольно много здоровья, но скорость невысокая, на борту богат перечень ракет, есть даже с лазерным наведением и что-то ядерное. В целом урон за проход к 120 тысяч, плюс 30 к с лишним сбом, но естественно в текущих условиях бомбометание это суицид, самолеты для коллекции, полетать в рандоме тоже можно, но это далеко не имба, собственно, что и верт, что и ракеты. Короче, мое мнение, випка не для нагиба, а больше для коллекции, прям часть для крутого комка хот-род, остальное на рынок, бесплатка топчик. Крутой крейсер и топовая пушка в придачу, мастхэвчик. Как-то оно вот так, вы пишите, что думаете, хэштеги не забывайте для розыгрыша, у меня пока на этом все, для поддержки канала есть бусти, а для общения телеграмчик. Всем спасибо за просмотр, всем пока играйте в крутые игры, скоро продолжим, пока-пока.